Буэнос дес, дорогие друзья, ну или там тардес, ночес, у кого что на часах. Сегодня я хочу поговорить об одном из самых известных и продаваемых пивных брендов во всем мире, которые носят довольно-таки злободневное название. Корона. Корона Экстра. И ленивый до сих пор только не попробовал это пиво, и даже уже всевозможные блогеры обсосали его со всех сторон. Но что же из себя представляет Корона Экстра на самом деле? С вами снова Алан. Как обычно, много времени не займу, но расскажу много всего интересного. Поехали. Сегодня не будет шуточек за 300 про коронавирус. Серьезно? Наши деньги? Да, серьезно. Зато поговорим про коронабир-вирус, и это прям целый отдельно стоящий хэштег в Америке, потому что реально огромное количество людей любят и покупают это пиво. Буквально недавно ко мне в друзья добавляется один паренек, ну, знаете, этих диванных бизнесменов. И вот он у себя на аватарке сидит на заднем сиденье Порше. Порше, по-моему, мой близкий не текунь. Ему тоже салон и жар. И в руках у него, конечно же, бутылочка короны. То есть, понимаете, это пиво уже успело стать неким стереотипом, эдакий, знаете, косвенный показатель хорошей жизни. И у меня вот вопрос ко всем этим людям, кто так думает, за что? За что вы так любите это пиво? И че все форсажа насмотрелись, я не могу понять. Можешь пить сколько угодно, но только корону. А Крес Доминика Торетто тоже вы на Алиэкспрессе покупаете? Не, мне просто всегда было интересно посмотреть, как выглядят эти люди. На чем гоняешь? На тачке. Базара 0 пиво получило очень хорошую рекламу в фильме Форсаж. И надо заметить, что компания группа Моделла, которая производит корону, ни цента вообще не забашляли создателям кинофраншизы. А вместо этого всего лишь ограничились ящичком пива, который предоставили для съемок. Но этому есть вполне себе логичное объяснение, потому что это была и не реклама вовсе. Пиво Корона и так популярно. Оно является пивом номер один среди импортного в США и номером три вообще. Уступает оно лишь таким пивным брендам, как Бат, причем Батлайт и Миллер. И наверняка вы могли заметить, что основные герои сюжета Форсаж являются мексиканцами, а пиво Корона как раз таки тоже мексиканское. И здесь как бы пазл складывается воедино, как какая-нибудь домашняя котлеточка. С макарошками, с пюрешкой, с пюрешкой. Но что привело к такому бешеному успеху? Нет, не фильм Форсаж. Для этого предлагаю перенестись назад лет так на 95. Итак, 1925 год. Именно в этом году основывается компания группа Моделла, и начинают они свою деятельность как раз таки с производства пива Корона. Поначалу, конечно же, у них дела идут не очень. Но спустя несколько лет их серьезненько так подогревает американский сухой закон, который подходил к концу, что позволило компании зайти практически на пустой американский рынок. И это, конечно же, стало для них хорошим подспорьем. Но настоящий успех пришел гораздо позже. В 1949 году на работу в компанию устраивается молодой 32-летний парнишка по имени Антонина Фернандес. И устраивается он обычным кладовщиком. И спустя 22 года он дослуживается до генерального директора внимания. Так что, если вам слегка за 30 и вы переживаете, что ничего не добились в жизни, поверьте, успех все еще впереди. Ничего-ничего, Иисус тоже после 30-ки стрельнул. И именно в 70-х годах Антонина Фернандес делает бренд Корона по-настоящему успешным и узнаваемым во всем мире. Но как ему это удалось? Первое, что он сделал, это, конечно же, модернизировал производство, что позволило увеличить объемы и, соответственно, улучшить качество продукта. Здесь, конечно же, молодец. Но дальше пошли чистые продажи и чистый маркетинг. Или маркетинг, как правильно. Во-первых, он всеми правдами и неправдами убедил мексиканский народ в том, что пиво Корона является лучшим продуктом для них. И оно настолько же мексиканское, коими являются, ну, например, их такос или буррито. Но народ ему поверил. И после того, как он стал практически монополистом на внутреннем рынке, то логично предположить, что вторым шагом именно будет завоевание рынка внешнего. И тогда он выходит с крупномасштабной международной пиар-компанией с очень хитрым лозунгом «20 миллионов мексиканцев не могут ошибаться». Замечательно. Поразительно. Гениально. Также пиво очень сильно выделялось и до сих пор выделяется среди остального на прилавке, ведь оно продается вот в таких красивых прозрачненьких бутылочках. И не подумайте, это тоже часть маркетинговой кампании, ведь этим самым Антонино Фернандес хотел показать людям, насколько светлым и чистым является его пиво. Но больше всего мне нравится то, как они его позиционируют. Сейчас на полном серьезе. Они считают, что это, внимание, лучшее пиво в супер-премиум сегменте. Ой, слышали бы вас бельгийские монахи со своими аббатствами. Да, эти монахи смышленые, ребята. Насчет обеда безбрачия, конечно, не уверен, но что касается пива... Ну, то есть, чтобы вы понимали, где-нибудь вот здесь находится... Это бутылка Донь Пириньон, мать, французского шампанского. ...за 20 тысяч рублей за бутылку. И прям в спину ему дышит корона экстра за 59 рублей по акции Вашанчики. Более того, они нам не забывают каждый раз напоминать об этом. На каждой бутылочке красуется надпись на испанском языке, которая звучит как «La cerveza mas fina», что в переводе означает «лучшее пиво». Но проблема только в том, что это не пиво. Да ладно! В России официально, как и во многих других странах, оно имеет статус пивного напитка. Фальшивка, ебаный. Наебали. Это означает, что помимо стандартных ингредиентов, пиво содержит в составе еще и дополнительные. В данном случае мы можем здесь увидеть кукурузу и рис. Но это только полбеды, здесь у меня, честно говоря, претензий нет никаких вообще. Но помните, я говорил про прозрачненькую бутылочку? Так вот, те, кто более или менее разбирается в пиве, знают, что пиво нельзя хранить в прозрачной таре. Потому что оно, как е** твою мать, просто боится солнца. Ну и здесь Антонино Фернандес тоже пошел на хитрость. Ради вот такой красивой упаковочки он добавляет в состав два консерванта, которые замедляют процесс порчи пива. И, сдается мне, это все выглядит как одна большая пивная афера 20 века. По-другому я назвать это не могу, потому что, ну, насколько нужно не любить пиво, чтобы ради красивого внешнего вида пожертвовать чистотой напитка. Ля ты крыса, аааа! Но и это еще не все. Если загуглить словосочетание Corona Extra, то наверняка вам вылезет множество таких вот картиночек, где Corona Extra красуется с долькой лайма в горлышке. У этого тоже есть своя красивая легенда, согласно которой один бармен придумал эту фишку и поспорил со своим другом, что он будет так подавать пиво клиентам, и эта фишка войдет в массы. Действительно так случилось, народ очень бодренько это все подхватил. Многие даже модернизировали этот способ подачи пива, предварительно смазывая еще горлышко солью дополнительно. Но делать этого я, конечно же, не буду. Сейчас, конечно, уже концов у этой истории не найдешь, но согласно другим источникам, это происки все того же Антонина Фернандеса, который намеренно придумал эту фишку слаймом, дабы максимально скрыть изъяны вкуса напитка. Что ж, на этом пивной ликбез закончен, предлагаю перейти к практической части, и в этот раз я буду пробовать Corona в условиях, ну, приближенных к идеальным. Что это означает? Во-первых, это температура самого пива, то есть оно не холодное и не теплое, именно охлажденное это очень важное условие для дегустации любого напитка, кроме, собственно, горячих. Ну и второе, мы, конечно же, добавим сюда дольку лайма. Раз уж вы придумали, окей, будем играть по вашим правилам. В чем состоит ритуал? Рассказываю. Вот приносят вам в таком виде пиво с долькой лайма. Мы берем, максимально аккуратненько выдавливаем сок лайма в бутылочку, чтобы пиво насытилось, скажем так, этим лаймовым соком. Затем мы пропихиваем сам лайм внутрь бутылочки. Опа! Теперь, когда только лайма оказывается внутри, берем большим пальцем, аккуратненько зажимаем горлышко и начинаем медленно-медленно-медленно переворачивать бутылку. Это делается для того, чтобы не вызвать излишнее газообразование. Как видим, лайм всплывает наверх и также медленно мы возвращаем бутылочку в исходное положение. Это делается для того, чтобы пиво максимально насытилось лаймовым вкусом. После этого можно начинать пробовать. Если вдруг вам вкуса лайма будет недостаточно, процедуру можно повторить. И остается нам теперь его попробовать. Знаете, вкус такой же. То есть, никакой. Производитель это называет идеально сбалансированным. Это даже не обладает пивным каким-то вкусом. Честно говоря, максимально пресное. Это самое пресное пиво, которое я только мог пробовать. И даже лайм здесь абсолютно не спасает ситуацию никак вообще. Если в запахе он хоть немножечко придает аромата, то во вкусе это практически не ощущается. Каков вердикт? Это все та же гребаная минеральная водичка со вкусом пива. Мочи ослины. Я могу понять, за что его любят у себя на родине в Мексике. Потому что там более жаркий климат, чем у нас. И в таких условиях у человека всего лишь две потребности. Это утолить жажду и охладиться. С этим, конечно же, корона справляется на ура. Также большинству людей, к сожалению, абсолютно неинтересно распознавать пиви. Какие-то там интересные вкусовые нотки. Поэтому они выбирают для себя максимально простой и максимально легкий вариант. Конечно же, корона тоже отвечает этим требованиям. Но я призываю задуматься, потому что это пиво стоит 59-69 рублей по акции. При этом оно делается только в Мексике и везется к нам через полмира. То есть можете представить, насколько низка его себестоимость, а соответственно и качество тоже. Поэтому, как говорится, отвергай, но предлагай, да? У меня есть очень достойная замена этому варианту отечественная. Это Жигули экспортная. Это ни в коем случае не реклама, потому что те, кто смотрел мой выпуск про Жигули барные, знают, что мне это пиво не понравилось. На фоне него экспортное, оно просто меркнет. Его можно вот просто отбрасывать и даже не пробовать. Ну, раз уж вы так любите водичку со вкусом пива, то вот вам, пожалуйста, достойная замена. Во-первых, больший объем, меньшая цена. Она стоит там порядка 40-50 рублей. Здесь стекло-то темненькое. Крышечка отвинчивается. Ну и, конечно же, самое главное, это его состав. В отличие от короны, это настоящее пиво, сваренное по всем канонам. И отвечает оно закону о чистоте пива. Вот прям чисто из интереса. Вот просто попробую сразу. Слушайте, а я ведь был не прав. Оно хотя бы обладает пивным вкусом. Вот как-то так. Здесь сюрприз, конечно, очень для меня большой выдался. В общем, я делал обзор на корону, а в итоге нашел вам очень отличную альтернативу и замену, которая не только сопоставима, но и даже лучше, чем корона, как минимум, потому что это пахнет пивом, и на вкус это тоже как пиво. А корона, это, ну, извините меня, мочи ослины. Такой вот был. Больше даже не обзор, а крик души, наверное. Если это видео оказалось хоть чуточку для вас полезным, обязательно отблагодарите лайком и напишите комментарий, свое мнение, в конце концов, по этому поводу. Ну, а у меня к вам, как никогда, главная просьба. Ребята, пейте только хорошее пиво и будьте здоровы. До новых встреч. Пока.